25 апреля 1921 года Ревком Абхазии издал декрет о неприкосновенности школьных зданий в Абхазии. 25 апреля 1978 года ЦК КП Грузии в своем постановлении вынужден был осудить действия Абхазского обкома партии и признал, что действительно в развитии экономики и культуры Абхазской АССР имели место существенные недостатки и просчеты. Тем самым в целом были признаны основные положения коллективного письма 130 представителей интеллигенции Абхазии, направленного в 1977 году в союзные органы власти. Позже, 1 июня 1978 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление о дальнейшем развитии экономики и культуры Абхазской АССР. 25 апреля 2002 года российские миротворцы и военные наблюдатели ООН провели совместное патрулирование Кадурского ущелья Абхазии. 25 апреля 2008 года в Центральном доме художника в Москве состоялась презентация проекта Дианы Волба «Абхазия – New Generation». Она была посвящена 15-летию победы Абхазии в Грузино-Абхазской войне. Проект художницы представляет собой коллекцию из 15 портретов молодых людей современной Абхазии. Вглядываясь в прекрасные лица представителей нового поколения, понимаешь, что у Абхазского народа есть будущее, отметила Диана Волба. 25 апреля 2008 года посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Валерий Кеняйкин заявил, что в случае перехода грузино-абхазского или грузино-осетинского конфликтов в военную стадию Россия окажет помощь непризнанным государством военными методами. Если кто-то желает опереться на силы НАТО и сделать так, чтобы солдаты НАТО пошли воевать за него, то у нас есть чем ответить, заявил Кеняйкин, добавив, что Россия призывает всех отказаться от иллюзий по этому поводу. 25 апреля 2012 года Министерство иностранных дел Республики Абхазия объявило господина Тышкевича нежелательным лицом на территории Абхазии. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выразило крайнее недоумение в связи с конфронтационной позицией, занятой главой миссии наблюдателей ЕС в Грузии генералом Анджием Тышкевичем. Считаем недопустимыми отказ Тышкевича фиксировать особо тяжкие инциденты в приграничной зоне, включая целый ряд убийств, а также попытки политического шантажа абхазской стороны, отмечалось в заявлении МИД Республики Абхазия. 25 апреля 1848 года родился Константин Рукавишников, тайный советник, московский городской голова, меценат. В конце 1897 года Рукавишников приобрел в Сухуми усадьбу и построил дачу. Принимал активное участие в общественной жизни Абхазии. Был действительным членом Сухумского общества сельского хозяйства, членом Сухумского эпархиального церковного братства. На приобретенной им усадьбе в открытом грунте произрастали 48 редких видов пальм. Рукавишников продолжил садоводческое дело, и к 1910 году усадьба представляла собой роскошный ботанический сад. 25 апреля 1919 года родилась Татьяна Гулия, заслуженный работник культуры Абхазии, дочь народного поэта Абхазии Дмитрия Гулия. Татьяна Гулия была специалистом по древнерусской и советской русской литературе. В разные годы работала в Сухумском государственном педагогическом институте, директором литературно-мемориального музея Дмитрия Гулия. Ряд лет занималась сбором материалов о связях Дмитрия Гулия с крупными учеными, писателями, поэтами. Татьяна Гулия ушла из жизни 21 февраля 1997 года. 25 апреля 1928 года родилась Нелли Эшба, народная артистка Абхазии, театральный режиссер, первый профессиональный абхазский режиссер, кавалер ордена Ахи Цапша второй степени. Проходила практику и стажировку у Товстоногова в Ленинградском академическом большом драматическом театре. Выпускница Московского юридического института, по окончании которого работала адвокатом в Сухомской, затем в Тбилисской юридической консультации. Через семь лет она отказалась от профессии юриста и посвятила себя театральному искусству. В 1961 году Нелли Эшба была предложена стать главным режиссером Абхазского драматического театра. В первые годы работы в Абхазском драмтеатре Нелли Эшба создала спектакли «Голый король» по пьесе Шварца, «Иван абхазец Чамагуа», «Песню нелегко сложить» Нелли Тарба и другие. Однако из-за разногласий в театре Эшба вынуждена была его покинуть. Затем работала режиссером Тбилисского русского государственного театра. В 1968 году она возвращается в Абхазский драматический театр имени Чанба и ставит песнь о скале Шинкуба, «Снегурочку Островского», «Дон Карлос Шиллера» и другие спектакли. В 1974 году Нелли Эшба была приглашена на должность главного режиссера и художественного руководителя Астраханского драматического театра. В 1979 году Нелли Эшба создает свой театр «Студию время», где она проработала художественным руководителем и главным режиссером до конца жизни. В 2009 году она поставила в Абхазском драматическом театре историческую пьесу Дениса Чачхалия «Алибей». Нелли Эшба не стала 13 марта 2015 года. 25 апреля 1950 года родилась Тамара Аветсба, заслуженная артистка Абхазии, актриса Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Выпускница Тбилисского театрального института. По мнению критиков, Тамара Аветсба – актриса лирического характера. Сыграла главные роли в спектаклях «Король лир Шекспира» Корделию, «Жизнь есть сон» Кальдерона Рассауру, «Царь Леон Агрба Гурандухт», «Самоубийца Эрдмана Клеопатру». Также ею созданы яркие образы в спектаклях «Песнь о ранении Аргуна», «Берег Бондарева», «Махаз Фазиля Искандера» и другие. 25 апреля 1952 года родился Вахтанг Торчуа, герой Абхазии, кавалер Ордена Леона. С первых дней войны в рядах Абхазского ополчения сражался на Восточном фронте. Возглавив группу «Дельфин», Торчуа неоднократно принимал участие в боях в тылу противника, проводил минирование территории, контролируемых врагом. В составе Кутольского батальона 1-го полка Восточного фронта Торчуа принимал участие в боях за село Кочара, Ануархо, Лабра, Ктол, Тамыш и другие. Во время сражения за село Ктол после гибели командира взял командование ротой на себя и обеспечил выполнение боевой задачи. Погиб во время июльского наступления в боях за освобождение села Тамыш. 25 апреля 1952 года родился Нодар Сагария, заслуженный артист Республики Абхазия, кавалер Ордена Ахтабша Третьей степени, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Нодар Сагария – руководитель легендарного ансамбля «Апсны-67», аранжировщик всех песен, исполняемых ансамблем. Сагария – руководитель легендарного ансамблем. 25 апреля 1960 года родилась Изольда Арухадзе, актриса, выпускница Тбилисского государственного театрального института, актриса Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Ее главные роли в спектакле «Кеджинские перепалки» Гальдони – Лучита, жена Брута в спектакле Юли Цезарь Шекспира, «Придворная дама» в пьесе «Жизнь есть сон Кальдерона» и «Хикур» в «Махазе» по Искандеру. Она также сыграла в кинофильме «Колчеруки» по Искандеру роль дочери Колчерукова. За последние 10 лет в день 25 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это 20 градусов. Самая же низкая в 2015 – 5 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok